Звук болгарки 10 домов удалось подключить газу в кратчайшие сроки, а вот с этим возникли проблемы. Дело в том, что перед тем, как дать газ, необходимо проверить герметичность труб, пустив по ним кислород под большим давлением. Именно этой процедуры не выдержали старые резьбовые соединения. Теперь их спиливают и на их место приваривают сплошные трубы. Сложностей в работе мастеров хватает. В каждой квартире, чтобы добраться к газовым трубам и начать работать, приходится проходить небольшой квест. Места, где необходимо провести замену соединений, заставлены мебелью или скрыты за панелями и фальшпотолками. А по времени вообще сколько уходит на один стык заменить? Сколько примерно? Если он сложный, минут, наверное, два, то стоите, знаете. Ну да. Тем не менее, к середине дня уже пройдена половина квартир. Во всем доме будет необходимо заменить около 50 соединений. Дмитрию, жильцу одной из квартир, в чем-то даже повезло. Благодаря тому, что он с семьей был в отпуске, жить в некомфортных условиях ему придется совсем недолго. Благо тому, что, в принципе, мы отсутствовали, как бы не особо. А так-то не приготовить ничего толком. Газа нету, горячей воды нету. Готовка, не чай, не вообще покушать. Проблемы. О проводимом ремонте жильцов предупредили заранее, поэтому доступ есть во все квартиры. Определенной сложностью стал тот факт, что не у всех жителей были договоры на обслуживание газового оборудования. Предварительно пришлось персонально с каждым проводить разъяснительную беседу и подписывать необходимые бумаги. У мастеров же работа спорится. Планируется работу завершить сегодня, они планируют, а уже завтра совместно с Промгазэнергосервис осуществить пуск газа, произвести, соответственно, прессовку. Надеемся, завтра будут жители уже с газом. Вывод из этой истории простой. Если вы решили затеять ремонт в квартире, обращайтесь к специалистам, потому что от ваших действий может зависеть комфорт и спокойствие других людей. Максим Козлов, Михаил Решетов, Ольга Садовская, Видное ТВ.